Всем доброго дня и вы на канале Будни Милка 70. Сегодня я решила перетопить козий жир. Вчера мы убрали козу, которая не крылась и вот столько жира в ней было. Сейчас я на медленном огне перетоплю его. Это хорошее средство от кашля. Сама поила Сергея, специально покупала. Тогда костный забой у меня еще не было и пришлось козий жир покупать. Помогло очень хорошо. Мясо козье тоже, говорят, очень полезное. Вот такой беленький, хорошенький жир. Сейчас я его перетоплю. Ну вот, я продолжаю резать жир. И мне очень нравится, когда жаришь драники на этом жире. Масло растительное я теперь хочу покупать как-то меньше. У меня изжога от растительного масла, от жиров у меня изжоги нет. Поэтому будем жарить на натуральных жирах. У нас в кастрюльке топится уже какая-то часть жира. И еще хочу завтра поехать с братом Сафронова и набрать опят и залить жиром, как раньше делала мама. Это очень вкусно, зимой достаешь, разогреваешь, уже маслица есть и все. Вчера мы с Сергеем ходили в лес. У нас есть опята в лесу, но еще совсем маленькие. Вот, завтра хотим поехать в другое место посмотреть. Крошу я его немелко. Растает. Коза зажирела. Вчера долго с братом разговаривали об этом. Но если бы она зажирела, она бы не приходила в охоту совсем. А так она в охоту приходила, но почему-то не крылась. Дети мне подарили помощника. Теперь я двумя руками могу делать все, что угодно, показывать вам и в это время с вами общаться. Сейчас у меня нет масла, поэтому молоко я каждый день сепарирую, сыры пока не делаю. Как наберу масло на заказы, так буду дальше варить сыр. Сыров у меня пока еще есть. Немного, правда, но есть. На это время пока хватит. Камера, конечно, не полностью забита. Еще у нас тут планируем участок на наших гектарах. Хотим сделать домики хоббитов. Ни для кого не секрет то, что мы переезжаем на тот год жить туда. И самое экономное строительство это получается строительство домиков хоббитов. И, наконец-то, моя мечта сбудется. Я очень хочу сырный погребок, чтобы у меня был, а не в камере, чтобы сыры созревали в погребочке. Ну вот, сегодня с Сергеем ездили, с Юрием Ивановичем. Ну вот, мы продолжаем наши съелки дальше. Мы вчера ходили с Сергеем в лес, набрали лисичек. Сегодня я сделала икру с этих лисичек. И вот потихоньку занимаемся делами. Сейчас перетоплю жир. И потом мне уже будет легче. И грибы жиром буду заливать. Зимой это очень вкусно все будет. Часть жира я продам. И вот, он пользуется спросом у нас. Все время некогда. Но сейчас пока собираю молоко на масло. Сливки, то есть, есть время заняться вот такими текущими делами. Сегодня разгребла морозильную камеру. Так как у нас в воскресенье будет забой быка. Будем забивать бычка. Вот. И тогда уже скотины будет у нас поменьше. И будет получше. Так. Вот. В кастрюле топится у меня жир. Так. Моя Тренога куда-то поехала. Ну вот так. И так на медленном огне мы будем его перетапливать. У меня тут все всегда в процессе. Надо Сергею сказать, чтобы мы не с кастрюлю с сывороткой все переварили. Про творог. Творог, который будет оставаться, буду делать плавленые сыры. Мы разворачиваемся опять назад к нашей доске. Вот так. Я еще не очень хорошо умею владеть этой треногой. Поэтому, если что, извините меня. Собрала все козьи жиры от козликов, которых мы забивали. И вот от этой козочки. И сразу все перетоплю. Мы еще делали в прошлый раз ливерную колбаску с козьих потрохов. Мне тоже очень понравилась. Колбаска получается нежная. Мы ложили туда сердце, почки, легкое, печенку. И делала я еще печенку козью в банках. Как типа тушенка. Тоже очень вкусно. И очень удобно. Сейчас достаешь, отварила макарон и все. И вот обед готов. Удобно, когда есть своя скотина, свое мяско. Можно сделать все, что угодно. Я делала говерную тушенку. Но что-то она у нас не пользовалась спросом. Либо я цену загнула за нее. Либо что, не знаю. Но мы ее съели. Она получилась офигенно вкусная. Вот сколько на доске жира. Потом все это придется отмывать. Очищать. Руки скользкие. Я вся в жиру. Но не вся, конечно. Руки, нож скользкий. Ну так мы занимаемся перетопкой жира козьего. Ну что вам еще рассказать. Пока вроде все. У нас должна катиться альпийская коза. Вот поджидаем со дня на день. Ну когда это будет, не знаю. Ну вот все. Пока с Ами разговаривала, я закончила каши. Ну а пока все. Ну а пока все. Ты снимаешь с себя. У нас в следующий день и мы с Сергеем пошли в лес за опятами. Смотрите, как они на дереве растут. Три-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. И пошло, и поехало. Чуть ли не до самой макушки. На пол дерева. Вот сходили мы с Сергеем в лес. Набрали вот столько опят. Маленько. Во времени. Ходили недолго. Долго ходить некогда. Вот столько мы набрали. Мы вернулись из леса. Набрали опят. Вот одна партия у меня отваривается. Вот такие опятки. Мы набрали. Они еще маленькие. Эти опята я буду мариновать. Сейчас отварю. Солью через дуршлаг. И буду мариновать. Вот такие красавцы. Опят мариновала. И залитых жиром я буду продавать. А продавать я их буду по 200 рублей. Пол-литровая баночка. Вот такие они малюхонькие. Все. Опятки. Вот тут я отрезаю длинные ножки. Длинные ножки я положу в сушилку. И потом буду добавлять в супы. Вот это моя корзина. А Сергеево ведро мы уже перебрали. Сейчас работы поменьше с молоком. Я буду бегать почаще в лес. Ну вот у нас получился такой тазик-ножик. Пол-тазика. С них я сделаю икру. Либо засушу все-таки. Здесь у нас отваривается вторая партия. Опятки. Сейчас я простерилизую банки. И замариную. Как они отварятся. А вы были на канале Будни Милка 70. Оставайтесь с нами. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш канал. Пишите нам комментарии. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok